Время, вот за последние 4 года мы вели 17 новых детских садов и групп, еще в городе у нас 2 детских сада, которые, ну, к сожалению, строители немножко подводят в этом году, мы не успеваем их открыть, потому что видите, что мы детские сады все сдаем, в общем, любое строительство сдаем полностью готовое к эксплуатации. Еще в этом году откроем в Киреевске, ну и надеемся, что на этом программа у нас не остановится, потому что, в принципе, нам есть районы, куда нам нужно еще детские садики ставить. Так сложилось, что здесь в микрорайоне как раз есть возможность, скажем, детишки младше 3 лет есть, а от 3 до 7 обеспечены все. Поэтому, в принципе, все группы ясельные, там, где будет возможность создавать их, мы будем создавать. Ну, задача стоит в том, чтобы все-таки от года, от полутора до 2 до 3 лет, чтобы тоже мы начали по возможности мамочек обеспечивать местами, чтобы женщины могли пораньше из декретного отпуска выходить и пораньше начинать работать. Хороший детский сад, он в существующей застройке, поэтому он такой у нас нестандартный, 120 мест. Мы, в принципе, стараемся побольше сегодня строить, 240 мест, и, в принципе, 240 наиболее оптимальный с точки зрения инвестиций на одно место, потому что чем меньше, тем немножко дороже получается. Ну, а так, в существующие застройки, сами видите, вписался, он хорошо, нормальное было устройство. Да, и модернизацию, вот Евгений Васильевич как раз сейчас добавит, модернизация как раз системы теплоснабжения на этом микрорайоне для того, чтобы дома тепло получали без проблем. Тут полностью модернизированы котельные, в принципе, вложили тоже достаточно серьезные бюджетные средства, но это нам позволило улучшить теплоснабжение, в том числе привлекающего квартала, да, но и, естественно, обеспечить теплоснабжением этого детского садика. С этого года у нас все наше среднепрофессиональное образование идет только по заказу наших тульских предприятий, и вот уже это не только наши детские садики, школы, которые будут получать подготовленных уже специалистов нашими же тульскими учреждениями, но это касается и промышленных предприятий. Вот недавно мы с вами были на компании «Авголрос», которая в Щекинском, извините, в Узловском районе открыла свое производство, вторую очередь. И хочу сказать, что все работники там, это все выпускники наших тульских университетов и колледжев. Ну, то есть это говорит о том, что как раз вот эта программа, она должна не только людей обучить, но еще и закрепить за будущим рабочим местом. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok